800 метров дороги. Много это или мало? Для жителей села Чутеево Янтиковского района такое расстояние синоним комфорта, удобства. Эта дорога должна была быть готова еще 11 сентября, но ее нет до сих пор. В запутанной строительной историей разбиралась наша съемочная группа. Улица Чапаева в Чутеево одна из самых длинных поселений. 849,5 метров. Весной и осенью в Распутицу хоть в болотных сапогах ходи грязно. Жители ждут дорогу давно. Глава поселения Григорий Куклов рассказывает, что в конце декабря 2015 года был заключен контракт на строительство дороги переходного типа с фирмой «Энергосервис». Стоимость контракта – 8 миллионов рублей. Учредитель этой компании Сергей Иванов, директор Геннадий Волков. В апреле Геннадий Федорович сам приезжал, обещался начать уже летом, как бы в полном объеме уже начать строительство. Но очень много там, может, вопросы другие были. Приступили к работе только в конце августа. И то это субподрядная организация. Разрешение на строительство выдали в начале июля, 11 июля. То есть и в течение двух месяцев должны были сдать в полном объеме. То есть 11 сентября должны были сдать данную дорогу. Сейчас субподрядчик ПМК «Водгахрулетка». Сейчас мы измерим, каков диаметр установленной трубы. Ну вот здесь действительно не метр пятьдесят, а метр сорок. Хотя у субподрядной организации есть свое объяснение. Связались с изготовителями, да. Они сказали, что трубу мы можем поставить только через два месяца. А тогда надо было внести изменения в документацию? Делают изменения. С проектировщиками эти вопросы решили. В принципе, единственное, там осталось только документально, это зафиксировать. Непонятно, почему изменения в проект вносятся уже после выполнения работ. Есть вопрос и по срокам. Сказал, приедем, сделаем. Все нормально. Невыполнимых задач не бывает. Выполним срок. Сказал. Срок сказал? Да. Я приезжал туда на объект. Я посмотрел этот объект и понял, что объект очень тяжелый. 22 сентября я получил только комбинат. Вопросов возникает множество. Почему была выбрана фирма-энергосервис, у которой нет опыта строительства дорог? Почему, когда определялся заказчик, не принималась во внимание его судебная история, в судах организация проиграла 30% дел в качестве ответчика? С такой предысторией вообще фирму не нужно допускать на такие мероприятия, на такие работы, потому что любая стройка требует очень серьезного подхода. Пусть она маленькая стройка, 8 миллионов, большая стройка, должен быть очень серьезный подрядчик. В Министерстве транспорта Чувашии из этой ситуации видят несколько выходов. Два исхода. Первый – это то, что необходимо достраивать, несмотря на штрафы, на время. Ну, естественно, объект можно сдать до 1 декабря. Реально можно сдать. И второй – если обе стороны не желают работать, ну пусть расторгает контракт, мы, естественно, тогда уже через Чуваш-Убордор, в соответствии с 84-м законом, подкорректируем этот проект, проектно-сметную документацию, проведем экспертизу и на следующий год выставим дорогие и построим эту дорогу. Плава Чувашии на еженедельном совещании призвал принять меры в отношении недобросовестного подрядчика фирмы «Энергосервис», чередителем которой является Сергей Иванов. Он также отметил, что чиновники на местах не сделали это своевременно. Сейчас определяется дальнейшая судьба проекта. Возможно, его придется переделать. Для примера, только перенос инженерных коммуникаций проходит в согласовании в течение 30 дней, а это уже влечет за собой перенос срока сдачи объекта. А пока жители села Чутеева ждут, когда подморозят, чтобы спокойно ходить по улице, не боясь провалиться в грязь. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.